так это что уже поводок подстрахуемся это Аня вытащила своего трофея, я хоть подержусь, заищу ну что наша щучка сделала с нашим крючком, разогнула его прям вообще очень серьезно, так мы ломим налимов на севере руками наступил четвертый день нашего отдыха на даежному озере весна пришла, небо чистое, ясное, весеннее и у нас начинаются будни, проверка жерлиц, прочистка, наличие жерца ходим, проверяем, физической зарядкой занимаемся прекрасное утро рыбаки спят глухари такуют ну что друзья, сработала у нас самоловочка давайте посмотрим что мы тут у нас есть что-то или нету по-моему есть идет такая хорошая уверенная ой-ой-ой-ой о-о-о-о хорошо дергает поперек стало друзья о-о-о 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 да ты мое солнышко есть и я тебя дождался вот это пятерочка пятерочка смелая на малюсенький такой да да привет такую вот я знал что я ее с меня возьму молодец пошла ну вот продолжаем ловить дальше рыбачка на рыбалку бежит а почему а потому что вот флажок стал да ну что это твое он при мне прям да и кто-то есть он при мне прям промотал так серьезно он видать услышал что я подхожу и давай мотать я только хотела сказать когда же будет поклевка не дразни соседа у нас флажки не 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 отхлопывают каждый раз проверка каждый раз возможен сюрприз но немножко за ночь промерзла ну как немножко полтора сантиметра хотя солнце шпарит мама дорогая я сгорела спалилась целую ночь ладно лечила его ну так если не хвост то будет трофей если не хвостом то будет трофей тяжелый ух ты хороший 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 это мальчишка первый ах какой хороший налинчик мальчишка мальчишка не скажу что трофейный но он едовой да едовой сейчас нынче с трофеями сложно это точно да поэтому ну что отлично ура просто с добрым утром у нас с рыбой с рыбой с рыбой сантиметров сантиметров десять два мотка сантиметра наверное два три только вот сюрприз сюрприз наверное как ты говоришь там поклевка не раздражай соседа опять захлопнутый так вычерпаем всю жижу на римчик по поклевке сейчас проверим не ошиблась ли я должен быть хорошим а может и нет ну смотря какого водолаза нам нацепили чутка поменьше но все же да слушай намылся ага и поактивнее 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 красавчик потому что вчера видишь ночью проверили глубину и поэтому вот как раз там где проверили ну да они сработки вчера он высыпали ну уже мертвого живца прилетал тут орлан белый вот поклевал-поклевал покушал-покушал в общем мы ему дали взявлю чтобы он наши жертвы не дровал да там такие следы где он попал да не говори вот какой след я под такую курочку бы не хотел бы чтоб мопс наш попал вот вот это курочка да так 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 поземлилась тут пошла покушала а там наш мопс убегал тащил тащил думал пустая жерлица подтаскиваю чуть-чуть уже почти все вымакал а на аккаунции там что-то есть красавчик красавчик вовнук дергал дергал и додергался вот вот даже жутца еще не успел прорвать вот жутца моего слопал изловили мы тут щуку прорвать вот вот это долго что вытащили на жерлицу дразниры не было друзья снимать не могли потому что вон смотрите вот вот за что взялась эта красотка вот прям за усик едва едва сейчас вот видите она бы дернула и все и все вот это тут такая борьба была прям вообще это килограмм шесть красавцы на ветер видишь на той сторону вот эта красотка это аня вытащилась на нашу любимую жерлицу между прочим на наш обрубочек да вот такой вот несчастный обрубочек вот с таких жерлиц мы начинали тяжело держать вот это трофей купил купил да и привез сказка ну-ка пошевелись покажи людям что ты живая что наша щучка сделала с нашим крючком разогнула его прямо сейчас мы будем подгибать в обратную сторону реанимировать это аж просто то бишь я даже не знаю подогнется он чуть похуже бы крючок и анька бы не вытащила рыбу своей мечты без крючков без пальцев так что анька бы забыла как жерлицам подходить приехала анна николаевна и вытащила как говорится недолго думая недолго думая покажи как ты живца одеваешь это вот я буду сейчас вот на такую же красотку отрегулируй отрегулируем глубину как раз тут все сбито вот это да тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо оттуда сейчас как укрутанешь и все пальцы вот YES от сюда вот когда она лежит у она вообще такая огромная вот такая огромная такая большая смири как это попугаями раз два три сапога Без обмана. Дорогая мама, привет. Здрасте с севера, здрасте с тайги с глубокой. Хотим поздравить тебя с большим праздником, с твоим днем рождения. Да, и наша собака тоже присоединяется. Хотим пожелать долгого здоровья, долгих лет, чтобы все было хорошо, прекрасное настроение. Ну, наверное, в твоем возрасте, чтобы ничего не болело. Чтобы мирное небо все-таки наступило у нас у всех, чтобы мы жили в мире. Ну да, и чтобы был обязательно позитив. И мы сегодня сваймали вот такую щучь еще. Ну, Ианечка, конечно же, побила все рекорды к вашему дню рождения. Сделала вот такой подарок. И дала, мама, какая щука. Я ее сама вытащила, она прямо у меня на глазах как клюнет, как клюнет. Вот такой тебе подарок. Так, килограмм на 6 щука, огромная. Таких у нас очень-очень мало. Так что это большой-большой трофей. Да, тут много икры, и мы сегодня тоже будем есть икру, показывать щучью. Да. Это очень большая щука на сегодняшний день. И на вчерашний. На всю нашу поездку. Да, зубы тут страшные. Да. Ну все, давай. С днем рождения. С днем рождения. Так, и так. Щука завесила. Наша красавица завесила, завесила. 6,45. Ну 6,150. 6,150. Вот это щука. Вот это да. Круто. 21 марта. К нам пришла зима. Красота. Снег кружится. Сегодня будет хороший рыбацкий день. Щуки будут клевать с налимами. В такую погоду, это ихняя любимая погода. Пойдемте проверять жерлица. У нас началась жуткая непогода. И ура. Вот чудо. У нас вожок. Я не знаю, жерлица вообще завалилась вся. То есть, что с ней, как с ней. И вообще, она приклеилась. Что-то там сидит тяжеленькое такое. Ну, точнее, что значит что-то. Там сидит налим. Другого там просто не дано. И я бы заказал минимум 5 килограмм. 5 килограмм, но не меньше. А вот вышло 2 килограмма на 2. Потому что я больше пока не заслужил сегодня. Но ничего, все впереди. Вот еще один флажок, и он тоже будет мой. И он тоже будет мой. Эдемар вдалеке кулибничает. Зачищаем жерлички. Проверяем наличие живца. И у нас тут флажок. Мы к нему очень-очень спешим. Размотка полная. Вот видите, вот размоточка полная. Мы только видим, что тут полная размотка. Сейчас я его почищу. Лишь бы только не украла живца и сбежала. По-моему, мы сейчас посмотрим. О, сидит. Сидит. Го-го-сыт. Наверное, щука. Она только могла у нас на полную размотку. Красоточка. Кочегар. Щука-кочегар. Ну, нормально. Есть можно. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ну, вот, да. Сразу видно, что весна, кислород пошел. Поживее наша рыбка становится северная. Зацепилась. 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 Ну, что котлета? Где котлета, Ричи? Где котлета? И там у нас еще на последний штрет. Сюрпрайз. Сюрпрайз. По-моему, еще одна поклевочка называется, она не раздражайся серой. Это когда флажок закрыт, и сосед, который рядом рыбачит, он думает, что у тебя ничего не клюет. Но на самом деле ты уже что-то поймал, но об этом сосед не должен знать. Поэтому ты подходишь, жерлицу так вот, раз, опа, а там сидим. Пока соседа нету, мы смотрим, что уже тут нормально. А поймали своего живца. Искаря, покажи, искаря. Обалдеть. Вот это у него силище, я-то думаю, что здесь, ну, смотри, он не выскочит, но ногу ты слабенько взял. Да, он просто огромная колбаса. Обалдеть. Вот это у него силище. Я додумал... Поклевка называется теперь «Обвани себя». Корректировки уводим. Просто такая сила у него, да. То есть я думаю, что его на линту и не поймает, и не догонит. Так, нормально, да? Отлично. О, лежал. А потом... О, ничего себе! Обалдеть! Чажесть чувствую. Прям с ума сойти. Идет пока хорошо, но... Опа, опа, опа! Ёй! Здравливай! Египетцы! О, красавица, друзья! Хорошо! Чуть-чуть побольше. Хорошо! Видали, как она? Рыбкая! Весна! Посмотрите, черная-черная! Весна! Черная! Сливка! Активная! О, красавица! Подписывайтесь на канал! И ловите вместе с нами! Санечка, катались по озеру. Мы возвращаемся, смотрим флажочек. И там дальше еще один. Давайте просмотрим. Напряжно! Ух ты! Серьезная! Вот это серьезная, друзья! Ого! Ого! Я прям, я прям в предвкушении! Что же здесь такое сидит, серьезно! Идет пока хорошо. Прям вот, прям, так всю размотала. Сейчас, о! О! Ну не томи, не томи! О! Живец! И вот он! Такой красавчик! Вау! Вот это налимчик! В лунку! А теперь в лунку, да? Теперь в лунку! Колесикам! Колесикам! Ну что, этот есть! Как он тяжело шел! Вы чувствовали это? Я, да! Отлично! Пойдемте посмотрим еще, что же мы поймали еще! Вот такой красивый закат, такой красивый флажок! Не уверен, что кто-то сидит, размотала полностью! Ну, леска пружинкой! Ну, сейчас посмотрим! Нет, 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 нет! Нету, нету, нету! Нету! А здесь пескарь сидел? Нет! На той стороне! Вот он! И вот он, пескарь! Его пыталась съесть, но не успела! Налимчик, наверное, пытался его в избушку затащить! Но не судьба! Вечер добрый! У нас будет легкий фуршат! Легкий ужин! Легкий ужин! С деликатесом, который наловили сами! Икра! Буквально суточного засола! Малосол! Уже вполне готова! Вещь исключительная! Вчера засолил, сегодня снимаем пробу, кушаем! Да, исключительно! Сейчас помоем руки! Мы только что приехали с рыбалки! Мы только что приехали с рыбалки! И как раз вот будет замечательный ужин! Возьмите, пробуйте! Снимаем! Вальдемар нарезал батончика! Ух, какая икорка! Смотрите! Она прям рассыпчатая! У меня слюнки текут уж, друзья! Извините! Да! Ах, вкуснота! Держите! Икра еще молодая, не дозрелая, но это нисколько не умаляет ее вкусовых качеств! Приятного аппетита! Приятного аппетита! Ммм! Ммм! На соль угадал? Угу! Золотые лица! Ммм! А у меня чесночок есть? Ммм! Ты так, не будешь торчит? Ммм! Очень вкусно! Краска! Ложкой! Даже можно чуть-чуть меньше! Хотя, в принципе... Ммм! Немного ясно! Д�urch? Ммм! Да, Юфи! Тебе как? вами поймали тут же сделаем уже кушаем заряд витаминов и всяких там обшпаривание кипятком консерватор она прямо легонько отобралась отчаясь все показал прям ложками да когда такой будет но это только предвесенний период до начала запретом ложка стоит не хулиганевич мы же тут кушаем когда свежий продукт цены ему нету приятного прида выезжайте на рыбалку отдыхайте рыбачьте с нами кушайте с нами на этой прекрасной ноте мы с вами прощаемся до завершнего дня что у нас будет завтра мы завтра увидим не проверяют тоже начала до чищать поклевка с кодовым названием не беси соседа короче флажки у нас тугие мы сами не что у нас клюнула вышли посмотрели и опять у нас ничего а тут стандартный размер и давай называть все у нас ужин будет наливный наливный вечер добрый друзья это наступил последний день наши рыбалки и вечерняя проверка жерлиц приехали на дальний кордон наших проверок раз-два-три-четыре можно оставить надо будет проверить на наличие живца а может быть даже что-то поймаем смотрим что у нас тут размотка окунем наверное что тянется так как будто кто-то есть тут пискарь имею ввиду не уж то села не уж то села друзья ух ты друзья это да щука щука бьет так как будто головой бьет я даже не знаю что сказать у меня первый раз так она активная же сейчас вообще не понимаете это же я не балуюсь да ты к этому на головой там шарахает она вот как бы не заходит анечка богорик если ты не дашь так она смотрите она она просто запуталась и за животом мы уже сегодня видели такое да вот это она взялась она замоталась об жерлицу и вот он крючок за живот схватил то и и поэтому она нас дождалась да поэтому да она нас дождалась так бы она бы уже давно бывшего и покинула нашу жерлицу вот это да вот это поклевка поклевка отлично а я думаю что за ерунда похулиганил она здесь похулиганила это килограммчик от три с половиной где-то но неважно вытащили вытащили так что мы проанализировали оказывается это щука наша собрала две жерлицы в кучу потому что здесь ну вообще ничего вот до железки нету то есть оказывается этот крючок который впился и вот это со второй жерлицы от этой жерлицы он на месте он вот он внутри в мастие как бы она решила покушать вот он как говорится добра хорошо взялась то есть и второй крючок то есть она дверь до кучи собрала и все сейчас будем его изымать и одного и второго и чинить у нас чудеса приехали значит я думаю на лим вот это как раз хороший на лим если не хвостом его вздумалась идти смотри как он хвостом упирает какой-то хитрый 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 сейчас его надо порезче я его спущу и порезче возьму я прям слышу какой он хвостом по ленинградим по лесенке по лунке Вот это! Вот это! Тихо, тихо, тихо! Так, щипцы! Где твои щипцы? Давай щипцами его подхватим Я же чувствую, что-то, блин, не так Вот это хвост! Да Он прям как-то неправильно пошел Изначально, давай его подстрахуемся Держи Вот это Вот это Вот это Вот это Вот это Красавчик Вот это да Какой он грязный Какой он грязный Вот это четверочка Если не вся пятерочка Нет, четверка, наверно Обалдеть И вот видишь, да, не срабатывает флавок подыми его это типа как вот знаешь там пару лет назад я таких ловил это на той же лунки которая три года назад помнишь ух вот это да красавчик большого подземного мира такой огромный и злой тоже взгляд аннушку по моему ждет еще один трофей жерлиц размотана лежит флажок вырвала сейчас будем смотреть чё ножка тут вытащить у нас походу начинается снежная буря без ветра но много снега прям активный прочищай прочищая есть есть прочистить ну так вот как лежал так и я не трогал что-то хвостатое хвостатое точняк точняк хвостатое тяжелая да нет слушай хвостом конечно он прыгает там леска тонковатая боюсь походу опять хвостом пошел давай аня давай его аккуратненько потихонечку не торопись где мои ногти спрятала красоту еще раз пусть и снег закончится полезла девка в лунку так это что уже поводок такой хвостатое чудовище кочегар кочегар черный как смой пока прочищал думал никого оказалось это есть но загубанечку грюди анечка красавца доставай да кто кто окунёк наверно вот такой вот покажите ну да действительно такой не супер трофей но все же наживца на этом озере первый трофей на сегодняшний день ждем щуку я думал сейчас мне пальцы поднялась такая такая метель ураган весь снегоход облипу сейчас полчасика полежим отдохнем и поедем домой будем собираться рыбалки пятидневной пора быть правильно рича домой пора на рыбачились отдохнули отдохнули спасибо я знаю что ты можешь я знаю что ты можешь давай давайте руками открываем леску снег а где лунка да не самый королевский кочегар точно и вася чья жерлица ты нырять будешь правильно не доныривает не доныривает не доныривает я уже как там кусается смысл смысл блин мастер флаб и что делать что делать ничего не делать смотрим очень серьезно так мы ловим налимов на севере руками налим не лезет в лунку вот так битый час пошел четвертый час мы все никак не достанем огромного налима ну в принципе до двенадцати времени вечера еще далеко успеем мы что достали на год страницы эти камеры где действительно он перемотался да вот он и подведет вот он вот видишь и вот ты его за пузо поднимал вот такой вот оказался у нас 20 килограммовый налим 6 часов охрана последний день рыбалки янечка говорит что здесь кто-то сидит в красивом проехать его проехать ну да полно ох маленький какой но хороший ядовой отлично идем дальше может еще что нибудь подарим вот такой вот налимчик отлично в 6 утра с первыми лучами солнца ну вот чуть-чуть солнце поднимается быстро ну да ну да 6 утра встали быстрый сбор пускай сейчас 6.15 6.20 вот собираемся собираем палатру уже пока ураган стих а то еще и мороз и ураган это вообще до кучи нехороший бутерброд но солнце нас радует значит все будет хорошо вот наш бесстрашный ричик ну что снега-то погода сколько снег плотно держит даже мопс ну вот и мы движемся вперед проехали полпути возвращаемся домой подъехали к болоту но да оно там переметено сейчас начнется как говорится спорт режим наклоны влево-вправо балансировка снегохода волокуши в общем все да держи собаку и нагрузка на коленки конечно так что солнышко какое сегодня вчера да ураган ветер метров 20 мм на сегодня прям как будто и не было вчерашнего такой вот лес красивый весенний лес март а когда дорожку еще раз а там тоже мухать